Всем привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моём канале. Сегодня видео было-не было, так как по просмотрам на похожих видео понятно, что такие видео вам очень заходят. Да, все видео на подобную тематику набирали больше миллиона просмотров, поэтому сегодня мы ответим на новую порцию офигенных, необычных вопросов. И я уверена, что после его просмотра вы узнаете очень много новой информации о нас с Полиной. Я вообще сама по себе обожаю смотреть видео было или не было у других блогеров, интересно что-то новенькое о них узнавать. Поэтому сегодня мы подготовили особенно неловкие вопросы. Поэтому присаживайтесь поудобнее, не забывайте подписываться на мой канал, нажимайте на красную кнопочку ниже, а также ставьте лайки под этим видео. Если мы наберём 50 тысяч лайков, то выходит ещё одно видео было или не было с моей сестрой. Напоминаю вам о том, что я есть в инстаграме, ник вы сейчас видите на своих экранах и по ссылке ниже в описании можете подписаться. Там очень много конкурсов и всего самого необычного и интересного. Мы желаем вам приятного просмотра. Мы можем начинать! Ну и начну я, пожалуй, с вопроса, влюблялись ли вы в двух парней одновременно. Отвечу, я думаю, первое, потому что Полина для вас подготовила более обширный ответ. Было такое, что мне симпатизировали два мальчика одновременно, ну так, чтобы влюбиться и думать над тем, с кем бы мне начать встречаться, кто всё-таки из них лучше. Нет, такого не было, как бы просто приятная внешность, необычный паренёк, что первый, что второй, и как бы такое может быть. Бывало даже, что и три мальчика были симпатичные, как бы в нашей компании, это тоже круто. Но так, чтобы влюбиться, нет, такого у меня не было. Но у меня такого не было, потому что, в принципе, я никогда не влюблялась в свои жизни, потому что, ну вообще, в моём возрасте это странно, и бывает очень-очень редко, когда вот прям настоящая любовь в таком возрасте. Мне только симпатизировали мальчики, то это был один мальчик, никак не два и не больше. Да, поэтому, я думаю, вы получили ответ на этот такой часто задаваемый вопрос, и мне постоянно в инстаграме пишут, блин, а вы в двух влюблялись, или, Карин, ты в двух влюблялась, так что нет, такого не было. Была симпатия, типа, ну блин, красивая внешность, мальчик, вот и всё. Так, следующий у нас вопрос. Было ли такое, что ты просто хотела конкретно изменить свою внешность? Ну, то есть, прям так, я так понимаю, кардинально, возможно, поменять форму носа, губ, форму лица, у меня не было такого. У меня тоже такого не было, мне нравится своя внешность, кроме того, что мне просто нужно похудеть. Ну, как бы похудеть хочет каждая девочка, я считаю, и это абсолютно нормально. Даже девочки, которые худые, хотят похудеть. Ну, это капец. Я бы не сказала, Полин, что ты сейчас полненькая, тебе нужно худеть, просто, ну, как бы, лучше просто устаканить своё правильное питание и понять, что к чему, чтобы ты просто перестала есть часто огромное количество сладостей, нутеллы, мармеладок. Нутеллу я не смогу. Так, ну, и у меня такого не было, как я уже сказала. Мне тоже очень нравится моя внешность. Я считаю, что это какой-то, прям, такой эксклюзив. Тем более, у меня уже есть образ в интернете, и зачем мне менять то, что у меня есть, моё любимое, красивое личико. Нужно любить себя и принимать таким, какой ты есть, я считаю. Это очень правильно. Следующий вопрос. Было ли такое, что ты шла в магазин и забывала деньги? Наверное, в детстве у меня такое было. У тебя было такое? У меня тоже было это в детстве, но я сейчас в детстве, но когда я прям три года назад, где-то так, когда у меня ещё не было карты, которые сейчас просто телефон прикладываешь и всё, то я забывала деньги много раз, когда шла в магазин. Да, кстати, я вспомнила, мы ещё тогда жили на даче, помнишь, ещё в другом посёлке, и Полина то ли забывала кошелёк, и постоянно возвращалась такая, блин, я уже дошла до магазина, и я забыла кошелёк, и постоянно ныла. Вот, и у меня было такое где-то тоже в детстве, когда у меня не было карты и, в принципе, каких-либо электронных устройств, и я гуляла только во дворе, я могла забыть просто 100 рублей, которые изначально хотела потратить на какие-нибудь чипсики, мармеладки, как я обычно ходила, знаете, в какие-нибудь магазинчики и тупо покупала сладкое, потому что мы друзьями... Красное и белое. Да, 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 красное и белое это вообще просто. В Челябинске, по-моему, да, такой магазин? Красное и белое я не видела в Москве. В Москве оно тоже есть, но где-то за городом, да. Да, да, ага. Так, следующий вопрос. Напивалась и приходила домой пьяная в хламину. Было. Было. Я честно говорю, мы договорились с тобой никак не это не преувеличивать, ничего, поэтому у меня было такое. Да, я снимала, помните, ребята, душевное видео, если вы его не смотрели. Посмотрите по ссылке в описании. Я очень часто раньше ходила на тусовки, да, я действительно выпивала алкоголь. И не знала, знаете, меру, но не пила я, знаете, что-то такое прям крепкое, неадекватное, что пьют алкоголики наподобие спирта, купленного в аптеке. Просто, знаете, там 3-4 бокала шампанского, и я уже пьяненькая, но не в хламину, вот. Мне 17 лет, так что давай, не это, мне вообще-то восемнаха через полгода. Посмотрите на ее выражение лица. У меня такого, слава богу, не было. Еще бы было. Я бы тебе такое и поджарнула. А ты зачем мне этот вопрос задала тогда? Ну, просто, мало ли там вдруг, что такое. Вдруг тебя там в авиапарке, друзья, спаивали. Каминально. Ладно, дальше. Было ли такое, что ты поругалась с мамой на 3-4 дня? Ой, у нас с Полиной такого не было, я сразу говорю, во-первых, потому что мы живем вместе, я знаю правильный ответ на этот вопрос. Во-вторых, если на нас обижается мама, то она обижается где-то на полдня или на день, и то сразу забывает, потому что там еда, уборка, какие-то просьбы. Знаете, она ругала, мама на ругала, и я пришла в комнату, она обедать зовет. Класс. Да, 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 но такое бывало, естественно, и в принципе, я считаю неправильным, когда родители долго обижаются на своих дочерей, вообще детей, да и сами... Ну, смотря на что. Ну, это да, ну, хотя сами дети, они не должны тоже обижаться, я считаю, потому что родители это святое, и не нужно держать на них никакого зла. Следующий вопрос. Было ли у тебя такое, что кто-то из твоих друзей увидел твоих средств гигиены в сумке? Я не хочу читать. Я понимаю, про кладок, про кладок, да, у меня такое было, и знаете, именно из-за этого я прекратила общение с некоторыми недоблогерами, с которыми я, слава богу, по сей день не общаюсь, и я считаю, что этого делать не стоит. Я уверена, что многие помнят об этом скандале. Он разлетелся по всем пабликам, когда мы с друзьями ходили на какую-то блогерскую вечеринку, не было никакого алкоголя, сразу говорю. Они вышли покурить, потому что места для курения на этой тусовке не было, ну и я пошла вместе с ними, потому что познакомилась с девочкой, которая очень хорошо обрабатывала фотографии, и мы должны были вместе сфотографироваться. Ее звали Маргарет, по-моему, сейчас мы не общаемся, но я дала свою большую красивенькую сумку, по-моему, я даже тогда ходила с рюкзаком от графеи, одной девочке. Имя у нее начинается на букву В, фамилия на Л. Ну и я даю ей эту сумку, она передает ее своим друзьям, а друзья это девочка на букву К, а мальчик ее парень с именем на букву М. Ну и в общем, передала она им эту сумку, а не давай снимать историю, обзор, что находится у Карины Аракелян. Открыли, значит, мой рюкзак, достают мой пенальчик, где у меня лежат средства личной гигиены, и это абсолютно нормально, я вообще не стыжусь этой ситуацией. Лежали всякие вещи, косметичка, там, я не знаю, помада, я извиняюсь, лежала электронная сигарета, а я, возможно, на то время не хотела, чтобы зрители знали, что как бы я этим дерьмом балуюсь, сейчас, естественно, нет. Ну и они запостили это в сторис, меня не предупредили, и я уже под вечер после мероприятия смотрю и вижу вот это. То есть, пока я фоткалась, они вот это все выложили, я им пишу, говорю, все, вам пи***а. Мне показалось, это был очень мерзкий, отвратительный и ужасающий поступок, и эта девочка, которой я изначально дала сумку, не несла вообще никакой адекватной ответственности, хотя я сказала именно ей, подержи, пожалуйста, никому не передавай, ничего не делай. Ну что она благополучно потом свалила и, кстати, пыталась увезти у меня моего парня, да? Вэлэ, ты молодец, я тебя обожаю, красоточка, скорее. О боже, у меня эта ситуация очень стыдная, как по мне, потому что у меня это произошло в школе, у всех на глазах. Короче, у меня лежали средства гигиены просто в большом кармашке, то есть там, где лежали и учебники, и все. И когда я на уроке доставала учебники, средства гигиены вывалились на пол. Ну да, нормально, это, мне кажется, очень неловкая ситуация, даже несравнимо с моей. Я надеюсь, никто не заметил, но потом на меня смотрели какими-то странными... Косо, да? Да. Мальчик, слушай, вот я не понимаю, а с хера ли они смотрели-то? Ну не знаю, типа, мне кажется, это нормально, но все равно... О чем там ненормального, извините? Что в этом неадекватного? Ну я извиняюсь, выпали не сигареты же. Ну конечно. Какого фига, что в этом такого, вот я не понимаю, окей. Я оставлю свое мнение при себе, и так, дальше. Следующий вопросик, материлась ли ты при бабушке? Я отвечаю, у меня такое было. Вот сразу говорю, да, было. Я материлась при бабушке, у нас бабушки очень добрые. Бабушка по маминой линии мат не особо любит, а вот бабушка по папиной, даже если я ей расскажу скороговорку из матерных слов, ей будет все равно. Полина, естественно, не материлась, я... Я вообще не матерюсь вообще, в принципе. Да, так что у Полины такого не было, я сразу говорю. Итак, следующий вопрос. Покупала ли ты пиары? Вот я специально выбрала этот вопрос. Знаете почему? Потому что ни у меня, ни у Полины такого не было. Я никогда в жизни не покупала ни у кого. И я, ребят, просто знайте об этом, что никогда в жизни я не пиарилась. Возможно, взаимный пиар, когда вы просто... Давай я тебе делаю рекламу, а ты мне. Это нормально. А вот когда спрашивать у кого-то и платить за рекламу, я не считаю это плохим. Это очень круто. Это тоже как способ развития. Я сама многих таких ребят рекламирую, которые хотят, чтобы я им немножечко помогла с развитием. Это очень круто, но нет. Просто у меня такого никогда не было. Потому что, ну, я всегда развивалась сама и даже не знала, что это такое. Вот и узнала буквально годика два назад, когда у меня у самой начали покупать рекламу. Следующий вопрос. Было ли такое, что ты покупала одну вещь, а хотела совсем другую? Было. Было. У меня было. У меня даже было такое, что я ходила в магазин за определенной вещью, покупала совершенно другую. В итоге бывало такое, что я даже выходила из магазина с огромным количеством вещей и забывала даже, зачем шла. Да, у меня было очень много разных ситуаций, потому что я сама по себе обожаю шоппинг. Вот. И ситуация действительно такая прям трэшовенькая. Я считаю, что это не очень круто, когда ты покупаешь одну вещь, а думаешь о другой. Но хотя, смотря с какой стороны смотреть. Если человек хочет какую-то вещь, а ее тупо нет в наличии, и он покупает другую, то это нормально. Не, у меня такого не было. У меня было, но у меня не такая ситуация, когда я хотела там ту сумочку Гуччи, но купила в Бетон. У меня... У меня было... Фига ты загнула. У меня, короче, было в продуктовке. Я ходила такая по продуктовке и решила купить себе крабовые чипсики. Но там не было крабовых чипсиков, и пришлось купить с луком. Это разочарование века. Ну, кстати, вкус крабовых чипсов мне больше нравится, чем с луком. Мне тоже. Это, да, прикольно. Крабовые я люблю больше, но бывает даже по настроению охота именно не крабовые, а какие-то другие. Я хочу чипсы. Я тоже хочу чипсы. Ты на диете. Ладно, окей. Следующий вопрос. Прятала ли ты вещи от сестры? Нет. Хотя... Слушай. Прятала. Возможно, там какие-то средства. 18 плюс. Карина! Я шучу, шучу. Я шучу. Там пачку чипсов и две губки. Принглс. Карина! У меня было. Я... Ой, ты дура? Я куп... Почему дура? Да ладно, ладно. Ну и что? Я купила мармеладки за свои деньги, которые заработала сама девочка. Купила мармеладки, которые стоили 400 или 500 рублей и спрятала их в шкафу, потому что Карина всегда ела мои... Не из спары офигенные? Нет, не из спары, это были от вкусной помощи. А, вкусная помощь, мне не нравится вкус. В смысле-то у меня всегда крыла. Ну а что, если сладкое есть, то я ничего не украсила. Пошел. Я прятала, да, ребят, у меня такое было, я прятала. Следующий вопрос. Было ли такое, что съела так много, что еле двигалась? У нас, блин, такое каждый день. У нас всегда такое, особенно когда мы в пиццерии. В пиццерии мы всегда наедали. Да, да, мы как-то всей семьей, у нас раньше была традиция, сейчас мы просто редко ездим вместе с семьей по ресторанам, потому что, ну, как бы карантин сейчас. Естественно, понятно, что мы этого не делаем, а раньше я и так одна с друзьями везде шлялась. Вот, и раньше в Челябинске мы часто ездили в пиццерию, мы обязательно там заказывали чуть ли не 4 пиццы на 4-х человек и обожрались так, что папа, мама, я, Полина еле залазили в машину. Мне казалось, она сразу там, я не знаю, проваливалась под землю. Мы потом еще минут 30 просто лежали на этих диванах в ресторане, потому что встать не могли, ждали, пока переварится, чтобы мы могли... Да, помнишь, папа, папа, ты что говорил, помнишь, погодите, переварится, я не буду вставать. Папа просто встать не мог, я не могла. И мы тоже, короче, обожрались, как свиньи. Вот такие вот у нас чудесные дела были. Ну и следующий вопрос, по грустненькому пройдемся, читай. Ну, такое, что плакала без причины. Да. Да. У меня такое происходит постоянно. Особенно вот в эти чудесные красные денечки, когда у тебя настроение пляшет вверх-вниз, вверх-вниз, справа-налево, слева-направо, и ты просто не понимаешь, от чего тебе реветь, от чего тебе смеяться, на что тебе злиться. Тебе охота расхерачить все стекла в доме, разбить об свою голову свой собственный телефон, сорваться на всех, сожрать все, что ты видишь вокруг, наесться, высыпать себе бочку льда в рот, потом залить с чудеснейшим соком, зажрать мороженым, купить селедку, заесть это все бумагой. Потом ты не понимаешь, какие у тебя крутые или не крутые фотографии в телефоне, ты пытаешься все нахер удалить, а потом ревешь из-за того, что какого фига я это удалила. В общем, просто ужас. Нифига, у тебя планы. Вот, в общем, да, у меня было такое, и даже сегодня. Вот, поэтому... Сегодня я не замечала. Сегодня меня просто раздражало все, я думаю, так, все, слеза уже накатывается в глазики, и надо как-то это... У меня тоже такое было, особенно я просыпаюсь, меня все бесит, и я просто реву. Я не знаю, что... С утра, короче, ты по плохому настроению. У меня не знаю. Нет, бывает такое, что я в плохом настроении просыпаюсь, я не знаю почему. Ни из-за снов, ни из-за чего, я просто, меня все раздражает. Это мы с тобой одинакового характера просто, у меня точно такое же бывает. Так что, ребят, не удивляйтесь, это нормально. Следующий вопрос. Было ли такое, что ты разбивала духи? Нет. Да, у меня такое было, духи Бакарат за 25 тысяч рублей. Я их отвозила в Сочи, когда отдыхала с ребятами, блогерами. Я просто захожу в свой номер. Они у меня стояли на стиральной машинке. А, так вот чем воняло у тебя в номере. Да, да, да. Я просто тупо захожу, и они у меня падают, разбиваются пополам. Хотя у меня их было вот столько на донышке, как говорила Диана Шурыгина, наша святая интересная дама. Но все равно воняло на весь номер. Это было ужасно. И последний вопрос на сегодня. Было ли такое, что ты красилась и смывала, потому что не понравилось? Да. Сегодня только что. Да, у меня такое тоже было. Полина, вот сейчас только учится краситься, и я считаю, что это нормально, как бы. У меня тоже, когда я училась рисовать стрелки, да, я рисовала их не как мастер. Тоже так было, когда я их тут нарисую, тут нарисую. Вот тут, короче, до висков они, вот такие ракеты получаются. Я помню ее стрелки в 13. Да, это просто был трэш ужас какой-то. Помню, были нормальные стрелки, когда тебе тетя Соня рисовала. Да, наша тетя, она очень круто рисует. Я всегда смывала, потому что, ну, это нормально, и это абсолютно адекватно, когда девушка рисует некрутой макияж, и просто понимает, что она может сделать лучше, и все, убери свои рожки в жопу. Все, это было все, ребятки. Мы на этом чудесном моменте заканчиваем сегодняшнее видео, и напоминаю вам, как только наберется 50 тысяч лайков, выходит еще одно видео с моей сестрой под названием «Было или не было?». Вопросы будут необычные. Сегодня, я уверена, вы узнали о нас очень много интересной информации. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. Вы оцените нас лайком, как сказала Карина, и подпишитесь на канал, если этого еще не сделаете. Да, специально повторяем по два раза, чтобы точно на вас это... И еще я бы вам хотела сказать очень важную информацию. Ребята, спасибо огромное за 100 тысяч подписчиков на ютубе! Короче, ребят, мы с вами прощаемся, огромное спасибо еще раз за просмотр, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok